20 августа, суббота, прогнозы рекомендации. И это благоприятный день для начала лечения. Неблагоприятный день для финансовых операций, деловых переговоров, подписания крупных контрактов и найма ключевых сотрудников. Энергетика этого дня столь высока, что уже пора выработать к этому иммунитет и перестать обращать на это внимание. Возможно, мы привыкли к тому, что у нас немножко больше сил, а у меня немножко такая девчачья прическа. Но нельзя забывать, что из-за нее эмоциональные выплески и непредсказуемые действия очень вероятны. Это относится ко всем людям, но если об этом думаете, то можете себя контролировать и более сдержанно относиться к окружающим, тем самым задавая ограничения хаоса вокруг. Особенно этот день, можно сказать, что он не хуже и не лучше других. Гексограмма дня выход требует решимости в работе и других делах. Если проявить ее сегодня, энергия будет использована по назначению, и вы сможете уйти от ее разрушительной силы. Однако действия в этом направлении не должны быть спонтанными, им нужно дать обдуманный выход. По дизайну человека солнышко находится 29.4. Принимать обязательства. Ясно понимать задачу, чтобы облегчить решение, используя шанс и хватая за любую возможность, вы ускоряете перемены. Реализуем через 30.4 продвижение. Переживать возможные катастрофы и двигаться дальше. После завершения определенных жизненных этапов происходит обновление, восстановление и перегруппировка. И это праздник прямой линейности, преданности и искреннего сотрудничества. Сатурн. Поскольку у нас суббота, мы говорим про Сатурн, и я перестала давать вот эти рекомендации, которые стандартно даю, потому что на самом деле не всем нужно прокачивать Сатурн. У кого-то он изначально сильный, у кого-то он очень сильно вредящий. И в исследованиях, которые я делала, мне попалась личность Анастасии Заворотнюк. Я проанализировала периоды ее жизни, не делая ректификацию, там и так все видно, что в периоды или под периоды Сатурна у нее происходит настоящая жесть. Почему это происходит? Потому что у нее в карте Сатурн вовня. В том числе ее заболевание тоже попало на такой период. И я подразумеваю, что примерно через год у нее наладится здоровье. То есть темы, связанные с разводами попали, неблагоприятные темы, связанные с детьми туда попали, и вот это вот заболевание. И наш Сатурн ретроградный, он находится в Козероге, что дает ему определенную устойчивость, но он ретроградный. Он как бы хочет завершить то, что было заранее задумано, было кому-то обещано, и если вы этого не сделаете, то он может наказать. Если вы это сделаете, то он даст вам положительный результат. То есть Сатурн очень справедливая планета. Он находится в созвездии Тхаништха. Это придает ему еще больше ответственности. Управитель Накшатра Марс. И тут они действуют как тактик и стратег. То есть Марс поддает ему огонька и мотивацию на работоспособность. Вообще Марс это на самом деле очень позитивная планета. Но тоже, смотря для кого. Если Марс находится в каком-то сильном положении, например, в Козероге, как у Юли Кан, это человек-мотиватор. Ты будешь лежать как труп, а она и ее слова, и ее речи замечательные. Они просто мертвого поднимут, мне кажется. В принципе, ретроградность и его положение по дизайну человека говорит о том, что мы продумываем наши принципы. Меняется что-то в нашей жизни. Мы иногда могли сказать, что я никогда не буду делать вот это. А потом передумали. То есть какие-то основополагающие моменты, в том числе связанные с ценностями, какими-то внутригрупповыми, например, семейные ценности или ценности внутри какого-то рабочего коллектива, они могут быть изменены за этот период. Ну и в принципе до конца года, там еще в январе. Сатурн находится в 49.3. Информировать, находить поддержку других людей во время перемен. Третья линия у нас включает за перемены. Это линия экспериментаторства. Мы пробуем какие-то новые, какие-то установки, ценности других людей и смотрим, подходят они нам, откликаются они нам или нет. Также дизайн человека дает посыл на преобразование, которое мы должны почувствовать сами в себе. Мы можем создать что-то уникальное, такое, чего раньше не было. Тут можно подразумевать все, что угодно, да? И рождение ребенка, и написание книги, и какая-то работа на внутреннем уровне в качестве работы со своей кундалини-энергией, да, сексуальной энергии. И творческая, в общем, что-то, что нельзя даже описать, да? Мы преобразуем что-то, мы можем преобразовывать даже еду. То есть, вот в этом плане дизайн человека немножко такой более абстрактный. Так, если будем откликаться, да, на то, что нам нравится, это самое главное условие дизайна человека. Соединенный с этим дает питание и окружение себя адекватной окружающей средой. По дизайну человека есть такая тема питания, окружающая среда, которая у каждого человека своя. Но я заметила между ними определенную закономерность, что люди, которые рождены в одном месте, скорее всего, у них будет одинаковая окружающая среда. Например, человек, рожденный 6 марта и 27 марта, обладает 6 окружающей средой, которая связана с берегами. Берега означает, что человек должен жить в таком месте, чтобы окна выходили с одной стороны, например, на горы, с другой стороны, например, на лес, с третьей стороны, например, на море, чтобы все время было что-то разное. И такие люди могут быть окружены безумно разными людьми. Например, одни мясоеды, другие вегетарианцы. Одни атеисты, а другие, например, христиане, а третьи, например, мусульмане. И человек не будет видеть между ними границ, он не будет их оценивать, но ему будет интересно так, а вот между ними все равно есть что-то общее. Или, например, люди, которые одни безумно богатые, которые просто выкидывают деньги в огромных количествах, паят себе машины, квартиры и не видят в этом ничего зазорного, а другие еле-еле сводят концы с концами. То есть люди очень сильно разные. И вот этот момент окружающей среды как раз подчеркивает это. По питанию тоже очень интересная тема. Вот кому интересно, можете писать. Я вас проконсультирую на эту тему. Она очень короткая, она очень простая. Но внедрить в свою жизнь – это уже работа каждого человека. В общем и целом хорошо бы поехать далеко, где есть деревья, море и горы. И вы сами можете найти свою среду, в которой будет раскрываться ваш потенциал. Творите, инициируйте, делайте что-то неожиданное. Мое исследование по поводу переезда и поиска адекватной для меня местности немножко пребывает в сомнениях, потому что мне попался Амар Хаян. И это уникальная личность. Сохранились данные его рождения. Я не знаю, насколько они достоверны. Но сохранилось очень много данных. Как его зовут, да? Что означает каждый кусочек его имени. Что он вообще в принципе сделал за жизнь. Да, он рано потерял родителей. И он создал уникальный календарь, что в государстве случилась перестановка. И этот календарь на самом деле до сих пор является более точным, чем григорианский, чем мусульманский. Вот. И он родился в Иране. Я подумала, если мне Иран изонирует, а может быть мне там будет не так уж и плохо. В общем, я думаю, между Аргентиной, Ираном и Ленинградской области и Витебском. Пока я жду какие-то сигналы от Вселенной. И не понимаю никаких решений. В принципе, я решения понимаю не очень быстро. Кроме тех моментов, когда у меня уже пошел отклик. Творите, инициируйте, делайте что-то неожиданное. Также у нас тема безупречности. Истинную чистоту запятнать невозможно. Духовный войн проходит через все испытания и жизненные напасти без единой царапины. Быть достойным. Сама жизнь выбирает, кому дать благосостояние и благословение. Практичный подход позволяет находить равновесие между материальным и духовным. Когда вы творите в разных сферах жизни, вы самым естественным способом очаровываете других людей. И это 24-е лунные сутки. Я могу сказать о том, что мне хочется немножко отвлечься на то, что происходит сзади. Я тоже туда иду. На самом деле у меня целая сумка с пластиковыми бутылками и с стеклянными тарами. И по субботам очень хорошее мероприятие. В качестве такой упаи для Сатурна избавиться от того, что не нужно, и при этом принести пользу. То есть пункт троиздельного сбора отходов. Рекомендую я. Очень за Greenpeace. 24-е лунные сутки стандартно считаются неблагоприятными. Но мне попадается очень много информации о том, что на самом деле это не такой плохой день. Это день, когда в человеке пробуждаются природные силы, которые надо направить на созидательные дела. Символ этого дня – медведь. Восточной традиции – Шива. Тибетская и индийская астрология считает этот день самым благоприятным для начала строительства. В буквальном и переносном смысле – это день закладывания фундамента новых дел. Он может стать отправной точкой для масштабного проекта. Энергетически очень мощный день, связанный с мужской жизненной энергией Шива. Так же, как 14-й день связан с женской энергией Шакти. Вот такая вот история. То есть много мужской энергии. Именно поэтому важно строить. Возможно, ставить себе цели и вот что-то такое прям делать. Может быть, даже связанное с образованием. Оставлять без внимания сексуальную энергию в этот день нельзя. Но можно найти ее сублимацию в творчестве. Рисовать картины, заниматься рукоделием. Особенно хорошо в этот день делать то, что обещают в будущем. Давать очень хорошие результаты в течение долгого времени. Силы неба и земли в этот день сливаются в человеке как никогда гармонично. Ваши цели будут достигнуты быстро и легко. Так как энергия души усиленным потоком поступает на землю и укореняется в ней. Благодаря чему быстро материализуется все задуманное. В этот день можно и нужно дать себе повышенную физическую нагрузку. Можно делать все, что требует большого расхода сил. Сегодня это не принесет такой усталости, как какой-то другой день. Вы почувствуете себя как никогда бодрым и здоровым. Используйте этот шанс, чтобы укрепить здоровье в долгосрочной перспективе. Займитесь спортом и оздоровительными процедурами. Благодаря этому вы сможете даже исцелиться от некоторых застарелых болезней. Можно сделать практику контакта со стихиями, которая будет прикреплена к видео. Также можно посещать, точнее, лучше не посещать массовые мероприятия, особенно в митинге. Потому что ритмы толпы, когда большое количество людей хаотичные. Нельзя допускать, чтобы сегодня у вас охватило чувство безысходности. Нужно научиться видеть свой путь, начатый не нами, но нами продолженный. И думать о тех, кто придет после нас. Для людей, которые работают над собой, Шива поможет. Пробудить огромные силы и подарит моменты откровения. Благоприятный день для лечения болезни с помощью самых различных методик, в том числе нетрадиционных. Вы можете сами себя излечить. Пани, сауна, в том числе. Также важно следить за кожей. Если у нас что-то высыпало на коже, чаще всего это Меркурий так страдает, да, от чего это происходит. Либо человек понервничал, либо человек съел что-то не то. Какую-нибудь вредняжку. Чипсы там или что-то еще. И сразу где-то что-то высыпало. У кого-то аллергийный шоколад, у кого-то на кофе уже появляется. Можно сделать стойку на голове или хотя бы березку для гармонизации вот этой мужской энергии. Так энергия потечет в верхние центры, с нижних. Удачный день для свиданий и интимной близости, которая в этот день обладает целительной силой. Представляете, секс исцеляет. Вот конкретный день. Но необходимые условия искренность. Супружеские отношения наполняются теплотой и взаимопониманием. Соответственно, если никто ни на кого не давит своим эго. Благоприятная деятельность созвездия Рахини, в котором находится Луна, она также подчеркивает тему целительства. И благоприятна для любых начинаний, требующих стабильного результата. Начало строительства. Даруй момент, да. Сельскохозяйственные работы. Сажать что-то, сеять. Торговые и финансовые дела. Свадьба. Сексуальная активность. Двойное подчеркивание. Действия, связанные с романтикой. Двойное подчеркивание. Исцеление, самосовершенствование. Двойное подчеркивание. Исследование природы. Путешествия. Но вот относительно путешествий, да, относительно лунных суток, наверное, все-таки не очень. Наведение порядка на материальном плане – это просто огонь, да, включая Сатурн. Покупка одежды, украшений, автомобилей. Одна из самых благоприятных накшатр для рождения, зачатия, расширения, увеличения бизнеса, увеличения возможностей плодов созидания. Очень хорошо в этот день обладать хорошим настроением. Неблагоприятны в этот день любые виды деятельности, которые связаны с разрушением и уничтожением. Неблагоприятны в этот день проводить прохороны. И луна находится в тельце, аффирмация такая. Я расстаюсь со своим страхом в пасть нищету. Я освобождаюсь от всего, что могло бы помешать мне жить в достатке. Я ценю и развиваю свои способности и находчивость. Я считаю себя человеком достойным материального благополучия. Моя жизнь наполнена изобилием даров Земли. В качестве зрительного образа можно представить себе поток света. Я желаю, чтобы этот день прошел у вас в радости, легкости и великолепии. Продолжение следует...